Это говорят и цифры, и дальше мы будем качественную информацию смотреть. Вот такая особенность из Кальпера. Далее, если говорить про все вопросы, говорить об исследовании в целом, мы констатируем завышенный, высокий запрос на популизм, как и во всей Украине. Действительно, сейчас так как меняется повестка дня, меняется с военной, скажем так, на более социально-экономическую, на хозяйственную повестку дня, то политические силы такого популистского толка, они набирают обороты. Наверное, вы сами это фиксируете, сами видите многие процессы, которые происходят. Каркас здесь ничем не отличается. Здесь тоже мы констатируем запрос на популизм. И политические силы, которые исповедуют этот популизм, которые говорят то, что избиратели хотят, или жители хотят слышать, они набирают очки, набирают популярность. Неизвестно от того, ответственно они это говорят, произносят эти лозунги, безответственно. Ну, популизм работает, как резидент по Украине. Далее, следует сказать, что в Украине, в результате этих событий, которые произошли полтора года назад, и вот от такого глубокого кризиса, который произошел, освободилась целая такая ниша, которую ранее занимала партия региона. И Харьков, как представитель восточного региона, где вот эта политическая сила была достаточно популярна, здесь тоже эта ниша освободилась. Мы оценивали там порядка 50% в эту нишу. И мы также констатируем, что эта ниша пока полностью не занята. То есть нет еще такого политического предложения, который бы исчерпал эту нишу. То есть нишу бывших сторонников партии региона. Партии, которые... Дальше мы будем видеть и по рейтингам партий политических, партии, которые где-то являются правоприемниками партии регионов, они... Нельзя сказать, что они исчерпали всю эту нишу. Например, в пределах страны на эту нишу уже начали претендовать такие партии популистского толка тоже. То есть вот такая тенденция. И в Харькове мы ее тоже наблюдаем. Далее, важный момент. Один из вопросов был посвящен ожидать ли вы от выборов каких-то изменений. И что очень характерно, там, как сегодня я подскажу, порядка 40% избирателей Харькова не ожидают... Сколько у нас? 41% избирателей, ну плюс СО, в принципе, не ожидают каких-то изменений от выборов. Это достаточно, ну, для нас достаточно страшная цифра. Потому что избиратели не связывают со своим политическим будущим изменения в своей жизни. Это достаточно симптоматично. И, с другой стороны, это достаточно пугающая цифра. Потому что такое большое количество избирателей считает, что не сможет повлиять на свою жизнь. Дальше. В Харькове, в общем-то, как и в целом по Украине, пока повестку дня задают, скажем так, политические силы национально-патриотического толка. То есть, нельзя сказать, что есть, вот как в американской социологии есть такое понятие, как wave, да, то есть волна, какая-то волна разочарования или волна стремительной поддержки какой-то политической силы. Мы этого не фиксируем, как и в целом по Украине, так и в Харькове. Нельзя сказать, что какая-то политическая сила здесь получает лавинообразную поддержку. Но, тем не менее, пока повестку дня задают национально-патриотические силы. Далее. Мы говорили уже, что вот такая политическая, военная повестка дня, как в целом по Украине, так и в Харькове, как по представителям Восточного, Востока Украины, сменяется на хозяйственную, на социально-политическую. То есть уже можно констатировать, что жители, избиратели, горожане, они как бы больше внимания уделяют вопросам не военных побед, наверное, не каких-то чисто политических лозунгов и чисто политических достижений, а уже больше их интересуют социально-экономические вопросы, вопросы индексации, зарплат, состояние дорог, состояние инфраструктуры. То есть такие вопросы социально-экономического толпа. С одной стороны, как бы, в общем-то и позитивно, потому что, хотя порядка двух третий арестондентов говорят, что наиболее актуальные проблемы – это война на Востоке Украины, но обратите внимание, к ним подтягиваются уже высокие цены на ЖКХ и так далее. То есть, с одной стороны, это позитивный сигнал, что более мирная повестка дня получает распространение. С другой стороны, вот эта ситуация дает почку для популизма. И вот именно такая среда, среда хозяйственной повестки дня, здесь хорошо работает популизм. И, как и странно, в Украине многие политические силы этим пользуются. Да, также произошла, вот как мы называем, дерадикализация повестки дня. То есть, если, возможно, какое-то время назад, в Карькове особенно это проявлялось, повестка дня, политическая повестка дня была достаточно радикализирована, очень поляризована. То есть, сейчас происходит некая дерадикализация, да, происходит некое, как сказать, то есть, умиротворение, ну, то есть, более-более мирная повестка дня становится. И менее радикальной. Более умеренной становится повестка дня. Далее, и последний такой вывод, крайний вывод, который мы хотели с вами поделиться. В общем-то, в Харькове, как и во многих регионах Украины, не удовлетворен запрос на новые лица, не удовлетворен запрос на новые политические силы, не удовлетворен вопрос на новые политические предложения. Обратите внимание, во многих вопросах, которые касаются политических сил, рейтингов и так далее, мы видим порядка 40, а где-то и больше 50% так называемого СЗО. То есть, затрудняюсь ответить. С одной стороны, это говорит, что где-то, что люди не определились в своем выборе, а с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что недостаточен спектр политического предложения. Это касается не только Харькова, это касается всей Украины. Вот такие у нас есть предварительные выводы, с которыми мы хотели с вами поделиться и готовы ответить на ваши вопросы и поделиться тем, чем мы знаем. Украина, скажите, пожалуйста, почему среди партий, рейтинги, которых вы исследовали, нет партии Ветронжения, которая, очевидно, будет играть достаточно серьезно на ближайших местных выборах? Это первый вопрос. Второй вопрос. С чем связано отсутствие вопросов по личности, по кандидатам? Да, отвечу сразу на второй вопрос. Знаете, мы для себя такой индикативный замер делали по кандидатам в мэры, но решили это не публиковать, дабы... Ну, во-первых, мы не знаем всех кандидатов, которые будут участвовать. Ну, как это не очевидно, ли мы сидящие. Ну, сразу скажем, мы, скажем так, сюрпризов не увидели в этом замере. Первый тур или второй? Ну, мы замеряли просто рейтинг. Но есть он 50 плюс или меньше? Знаете, не хочу здесь... Понимаете, рейтинги достаточно манипулятивные технологии. Я не буду сейчас их озвучивать, чтобы кому-то подыграть или кому-то, наоборот, испортить. Вот. То есть, в общем-то, нет сюрпризов для всех нас в Харькове. Вот. Что касается Дроджини, в общем-то, мы замеряли партии, которые которые есть... Ну, которые мы замеряем по всей Украине. Чтобы иметь сравнение. Поэтому вот Дроджини пока мы не включали. Сюда можно было бы еще партию кровь добавить, но где-то ближе к осени мы будем делать еще один замер, и там уже будет партия. Да, скажем так, это не в рамках избирательной кампании мы делали рейтинги. Когда определится уже более-менее состав и забега и мэрского, и партийного, тогда более подробно будем о таком говорить. Ну, просто вы, Дроджини, вы говорили о том, что ниша партии регионов до сих пор не полностью занята. Мне кажется, что она достаточно большой кусок из этой ниши откусит. Да, согласен где-то. Но вы знаете, например, такая тенденция есть и в пределах масштабов Украины, что на эту нишу уже претендуют многие... Вот, например, с таким популизмом вот эти партии пытаются, политические силы пытаются слоить эту нишу. Вопросы внешнеполитической ориентации есть ли какие-то выводы в сравнении с прошлыми опросами и какие-то тенденции? Ну, как вы видите, там пока преобладает выбор во внешнеполитическом, скажем так, выборе преобладает свой путь, да, потому большинство респондентов высказали за свой путь, ни за ЕС, ни за ТС. В принципе, такая же картина наблюдается в центральной и восточной Украине. Западная чуть-чуть отличается, да, конечно, европейские тенденции обладают. И, да, надо сказать, что немного скорректировались такие европейские стремления, особенно жители восточной Украине, за последний год, то есть в сторону, как бы, своего пути. Нельзя сказать, что есть рост популярности таможенного союза, да, но вот в сторону своего пути есть некий такой откат. Вот об этой тенденции можем говорить. Может, если у коллеги есть еще? Откат со стороны тех, которые были за интеграцию с Россией? Не совсем. Те, которые поддерживали больше европейский путь, со стороны этой группы есть откат в сторону своего пути. то есть не туда-некуда, а вот только. Анатолий Кузьмин, а на Черненко служба на Бургвисте, вот по поводу протестных настроений, интересная опроса, то есть насколько здесь тенденция менялась, изменилась, да, и вот если вырослить в Украине, то есть не готовы их рекопчане выходить на митинги, получается, так? Ну, да, народ очень спокойный в этом плане, и готовность, как вы видите, на графике невысокая, сколько тут у нас, больше, почти 50%, ну, почти 46%, в принципе, ничего не будут предпринимать. Только лишь каждый пятый в этом участвует, выгодно, как в демонстрациях, и с ним еще можно прибавить акции протеста, это 8%, и очень низкий, внутри высокого, в 8%, как только готовы к каким-то активным действиям для их сооружения. Ну, так, это такой очень острый, это достаточно вопрос, но мы решили все-таки замерить, насколько население готово к каким-то активным действиям. А предыдущие какие-то были срезы именно по этому поводу, то есть во главном режиме встали? У нас были по Восточной Украине, по Запорожье, по Днепропетровску. Вы знаете, вот за последние полгода нельзя сказать о каком-то росте там протестных настроений. Вот это мы поэтому и констатируем, что пока вот на самом-то критическом, на самом-то критические силы как-то задают повестку дня. То есть, и мы констатируем, что в целом по Украине, ну, если говорить, в целом по Восточной Украине, не констатируем лавинообразного разочарования, Как и в Днепропетровске, так и в Запорожье тоже, скажем так, нету политической массы людей, готовых к активным каким-то протестным действиям. Точно так же и так, но ничего особенного, ни больше, ни меньше. То есть, ну вот такая ситуация. По поводу рейтинга, по поводу оценки действий Порошенко. Очень существенное снижение произошло, если сравнивать с результатами голосования, с результатами, которые вы получили на выборах. Чем вы это объясняете? Прежде всего, вы говорите про президентский рейтинг, или одобрение деятельности. Про президентский рейтинг. То есть, 10 с половиной, но обратите внимание, не будут принимать участие. Я бы вот эти последние три столбика, самые нижние, другой, не будут принимать участие, и затруднились ответить. В сумме они дают больше 50%, если не ошибаюсь. Да, 51%. Если нормировать, мы вам показываем то, что мы получили. В принципе, можно было бы нормировать на эти 52%, то есть, это надо умножить на 2. Все рейтинги практически надо, ну, приблизительно, потому что практически 50, 48% нам дали содержательное ответ. Из тех, кто будет голосовать. То в среднем, там, рейтинг Порошенко порядка 20-21%. Это, в принципе, он такой, ну, по восточной Украине он точно такой. Дело в том, что и вот в межвыборный период, я не знаю, наверное, это, в принципе, такой достаточный президентский рейтинг. Когда нету кампаний и нету самоопределения, избирателей активно не самоопределяют, то, в принципе, да, где-то посел рейтинг Петра Алексеевича, особенно на востоке Украины, но нельзя говорить о каком-то обвальном или о каком-то знаковом, значительном, ларенообразном разочаровании в нашем президенте. Вот. То есть, в принципе, такая же цифра по всей восточной Украине. Мы видим. Можно предположить, что на ближайших выборах он бы не выиграл в прокуре? Возможно. Возможно. Уборайте, кто тогда составил в другую прокурецию в втором. Ну, наверное, второй, второй наивысший рейтинг, скорее всего. Обратите внимание, да, что здесь лидер отдационного блока имеет второй год. Об этом мы можем явно говорить, что за последние, наверное, полгода значительно вырос рейтинг лидер оппозиционного блока. Как в восточной Украине, так и в Харпии. В принципе, президентского рейтинга не было, не было. Мы, вот, например, по восточной Украине мы начинали его замерять где-то с мая. Этого? Да. Даже с апреля, наверное. С апреля мы это делали в группе областей в Восточной Украине. Кореи? Если можно, я сейчас задам вопрос. У нас в областном совете есть фракция Коммунистическая партия, которая сейчас называется Зона Белоруссии. С учетом запрета на деятельность Коммунистической партии законной рекоммунизации, вероятно, мы придется менять название. Скорее всего, не пойдут, да? Как считаете, с другим названием они смогут пробиться в городской совет областной? Сложно сказать. Но у нас не думаю, что смена названия спасет каким-то образом рейтинг. Но пока, если учитывать, только 48, ну, порядка 52% ЗО, пока у коммунистов все нормально в карте, то есть пока не проходит, ну... 3,7? Если нормировать, то есть здесь это все респонденты на ответили, из них половина только примет, ну, условно говоря, вот по этой таблице видно, что половина только примет участие в голосовании. Потому что 7 не будут принимать, 14 отказов отвечать, 20 нет таких. В принципе, вот эти 50%, часть из них, наверное, не придет, 100% явки никогда не бывают. В среднем явка по Харькову, ну, зависит, конечно, от выборов, 55-67. А на местные выборы грябельные? Ну, тем более. Я об этом же говорю. То есть на всем распределении они имеют 3,7. То есть если грубо умножить на 2, у них пока все нормально. еще вопросов? Я расстроилась? Нет, меня расстроилась это на главный вопрос. Первый или второй пункт? То есть сюрпризов нет, значит, идем второй. Нет, скорее, не будет. Так, коллеги, если вопросов нет, возможно, это закончится Алексеем с глазом, с пообщаться у нас пока есть много времени. Благодарим вас, надеемся часто видеть вас здесь или делиться каким-то мыслям. Добро пожаловать. У нас скоро времени будет ближайший экспресс-опрос по управлению и вкладыш его вкладыш 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 Спасибо. Спасибо.